Тысячи лет короли и королевы Европы обладали абсолютной властью, но абсолютная власть развращает абсолютно. Жадность, месть, секс, безумие, колдовство, убийство. У каждого монарха были свои тайны. Тайны монархов Поскольку монархи провозглашали, что власть даруется им, Господом, те, кто хотели управлять монархами, прибегали к помощи столь же могучей силой – дьявола. Любовница французского короля Людовика XIV использовала черную магию для управления им и устранения его соперников. Кудесники и алхимики свели с ума австрийского императора Рудольфа II, а английский король-ребенок Генри VI был заколдован своей теткой. Эти монархи попали в темные сети магии. Королевская магия В средние века люди верили в колдовство. Ведьмы, духи и демоны летали в ночи, принося болезни, неудачи и смерть. В Лондоне XV века ходили слухи, что ведьмы применяют черную магию, чтобы навредить Генриху VI, болезненному ребенку, едва держащемуся у власти. В Лондонской хронике записано «В народе говорят, что некоторые злодеи и духи явились из ада, чтобы принести людям неприятности, раздор и волнение. Некоторые мужчины и женщины, называемые колдунами, используют их силу для уничтожения королевства, которое спасает и сохраняет Господь». Действительно, дама Элеонора Глочестерская, тетя короля Генриха, раньше тайком использовала порошки и зелья, чтобы разлучить мужа с его предыдущей женой. Элеонора страстно желала сделать своего мужа королем, а себя королевой. Если ребенок-король Генрих умрет, не оставив наследника, дорога к трону будет открыта. Участниками заговора Элеоноры были известны всем колдуны – Роджер Боленброк и Роберт Соузвилл. Чтобы изготовить снадобье для убийства короля, они смешивали на сатанинском алтаре человеческую кровь, детские ожоги и микстуры. 15 июля 1441 года на Англию обрушилась ужасная буря, угрожая жизни Генриха, ехавшего в это время в Лондон. Сторонники короля заявили, что это дело рук колдунов, и использовали это событие как предлог, чтобы расправиться с Элеонорой. Преданные королю придворные арестовали Боленброка и Соузвилла во время их колдовского сборища. Но Элеонора избежала ареста, скрывшись через тайную дверь. После страшных пыток Боленброк сознался, что Элеонора подстрекала их к заговору против короля. Был выдан ордер на арест Элеоноры по обвинению в колдовстве, черной магии, ереси и предательстве. Элеонора укрылась в Вестминстерском оббавстве. Тетя короля, понимая, что обвинители неизбежно доберутся до нее, согласилась предстать перед судом. Она отрицала все обвинения. Однако, когда Боленброк привел убедительные доказательства, она отказалась от своего заявления. Тетя короля, одна из самых могущественных дам королевства, призналась, что использовала против своего правителя дьявольские силы. Суд был ошеломлен. Никогда ранее член королевской семьи не признавался в колдовстве. Сообщники Элеоноры были приговорены к смерти. Однако сама Элеонора была членом королевской семьи, она не могла быть казнена. В лондонской хронике было официально сообщено об ее наказании. Согласно приговору, на нее возложили епитимию. В течение нескольких дней она будет ходить босиком по городским церквям со свечкой в руке, чтобы все увидели ее и узнали, что она ведьма. Томас Соузвилл избежал ужасной смерти, умерев в лондонском Тауэре за день до казни. Болинброку так не повезло. Его вывели из Тауэра, повесили, а затем сняли еще живого. Ему вырезали внутренности и сожгли их у него на глазах. Затем отрубили ему голову и насадили ее на пику, выставив на лондонском мосту. Остальные части его тела разрубили на куски и разослали по разным припостям во всей Англии. Это было достаточно убедительное предупреждение тем, кто хотел бы использовать магию против короля. Элеонору задержали в замке, а так как ее племянник, король Генрих, все еще боялся колдовства, каждый год ее перевозили все дальше от Лондона. В ночь ее смерти над Англией снова разразился ужасный ураган. Тогда как Генрих VI стал жертвой черной магии, сто лет спустя австрийский монарх Рудольф II пытался использовать колдовство в своих целях. Это стоило ему рассудка. «Я знаю, что я мертв и проклят. Я человек, одержимый дьяволом». Рудольф II, правитель богемии и император Священной Римской империи, был убежден, что он проклят. Унаследовав умственную неполноценность от своей великой бабушки, Иоанны Безумной, он страдал от приступов слабоумия, начиная с 26 лет. Рудольф пришел к власти в богемии во второй половине XVI века. В эти суеверные времена народ боялся, что близок конец света. Когда придворные астрологи предсказали Рудольфу, что он умрет, не дожив до 50, король стал одержим воображаемыми демонами и тайнами ада. Параноик Рудольф прибегнул к помощи магии, чтобы спасти себя. Он открыл алхимическую лабораторию в самом безопасном месте своего замка в Праге, в пороховой башне. Магические животные, астрологические инструменты, зелья, тайные шифры и мистические алхимические символы окружали его. Его министры жаловались, что он забросил все государственные дела. Один из них заметил. Его величество интересуется только чудесами, алхимией, кладами и тому подобное. Не жалея средств на поиски всяческих сокровищ, изучая тайные и возмутительные возможности причинить вред своим врагам, он всеми силами старается уничтожить Господа, чтобы в дальнейшем служить другому господину. Увлечения Рудольфа влекли к его двору как гениальных ученых, так и всяческого рода шарлатанов, обманщиков и пройдох. Первыми из создателей чудес ко двору Рудольфа прибыла английская команда под названием Ди и Келли. Эдвард Келли был темной лошадкой. В Англии за мошенничество ему обрезали уши. Келли заявил, «Надо первым делом поразить воображение Рудольфа. Когда встречся с ним, скажи, «Меня послали ангелы Господа». Добавь, что его преследуют великие и могущественные слуги дьявола». Однако партнер Келли, доктор Джон Ди, искренне верил в оккультные науки. Он был придворным астрологом королевы Англии Елизаветы I, но был вынужден бежать после того, как общественность обвинила его в колдовстве и сожгла его дом. «Меня послали ангелы Господа». Ди и Келли обещали Рудольфу решить все его проблемы, раскрыв тайну философского камня. Загадочную формулу смешивания ртути, серы и соли. Такой камень обладал огромной силой от превращения металлов в золото до дарования бессмертия. Если им будет обладать Рудольф, он сам сможет управлять силами ада. Доктор Ди работал день и ночь в поисках этого камня. Ночь – повелитель небесного воинства. Эти создания могут передать нам свою силу. Погасите в нас пламя жизни. Придите, спуститесь и воплотитесь в нас. Поделитесь с нами тайной мудростью своего творения. Однако, когда эксперименты Ди закончились неудачей, разгневанный Рудольф выгнал его из страны. Доктор Ди обвинил в своих неудачах демонов ада, вызванных Келли, но Келли тоже не смог получить философский камень. И снова разочарование Рудольфа переросло в бешенство, и он загнал Келли в пороховую башню. Келли разбился, пытаясь спастись от стражников. Известия о применении королем Рудольфом черной магии стревожили католическую церковь. Папа настаивал, чтобы Рудольф прошел обряд изгнания нечистой силы, но тот отказался. Паранойя довела короля до того, что он стал видеть в церковниках опасных врагов и отказался соблюдать священные ритуалы. Хотя король Рудольф получил титул императора Священной Римской империи, католическая церковь прокляла его. Вместо раскаяния Рудольф еще более увлекся оккультизмом. Поскольку приближался его роковой, 50-й день рождения, Рудольф прибег к помощи колдуна, уверявшего, что он поможет ему договориться с дьяволом. Колдун научил Рудольфа, как оскоренять трупы, чтобы увеличить свою темную силу. Король даже приказал счистить мох с черепов казненных людей. Разум Рудольфу пожатнулся. Он пережил еще один нервный криз, однако, вопреки пророчеству астрологов, не умер. Он стал вести затворнический образ жизни, заперся в лаборатории и окрушил себя коллекцией оккультных спитков и предметов. Два года послы при его дворе не видели его, поползли слухи, что король мертв. Рудольф обратился к художникам, поручив им написать его странные портреты, например, в образе золотого духа в руках богини милосердия. Или составить из овощей и фруктов правдоподобный образ. Безумный Рудольф заподозрил своего брата Матюша. Он был убежден, что Матюш заполнил двор своими шпионами и собирается свергнуть его. Испуганный Рудольф решает отомстить брату. Король нашел в древней колдовской книге смертельное проклятие и призвал на помощь еще одного известного колдуна доктора фон Эрбаха. Колдун привел Рудольфа в мрачный грот на краю Праги, чтобы выпустить смертельное проклятие. Там доктор Эрбах продемонстрировал свое волшебство на египетской мумии и принес в жертву черного кота. Проклятие не сработало, однако сеанс магии так потряс Рудольфа, что он еще глубже погрузился в пучину безумия. И снова колдовство не помогло королю. Вместо этого погружение в черную магию лишило Рудольфа разума. После того, как его брат Матиуш провозгласил Рудольфа недееспособным, он редко покидал свой замок. Рудольф II умер, будучи абсолютно безумным. Его коллекция странных сокровищ ценой в 17 миллионов золотых постепенно испарялась. Но эти символы оставили следы своего волшебного влияния на прекрасный город Прагу. С развитием науки к 17 веку люди постепенно забывали о колдовстве. Однако при дворе короля Франции Людовика XIV вспыхнул скандал, в котором было замешано колдовство. Скандал был описан в тайном докладе, случайно обнаруженном в черном кожаном ящике. Это был доклад начальника парижской полиции Николя де Ля Рени, в котором описывались сеансы черной магии с целью уничтожения некоторых людей. Ля Рени проводил тайное расследование по личному приказу короля, потому что на карту были поставлены репутация и слава самого короля Франции. Конец 17 века был золотым веком Франции. Король Людовик построил Версаль, там буйно расцветали искусства, науки и сексуальные приключения. Любовницы короля занимали официальное положение под титулом «Королевская возлюбленная». Некоторое время этот титул носила некая мадам де Монтеспан. Скандал разразился, когда аноним сообщил о заговоре с целью отравления короля, и начальник полиции Ля Рени провел расследование. Полицейский вскоре узнал, что речь шла не только о заговоре, но и о серии отравлений при дворе. Эту женщину, одну из любовниц короля, графиню де Суассон, подозревали в отравлении своего мужа. Другая знатная дама также подозревалась в отравлении своего супруга. Когда обе дамы сбежали вместе, их вина стала очевидной. Когда скандал, вызванный расследованием, стал расти, Ля Рени приказал учредить специальный суд, чрезвычайный суд. Они собирались в тайной комнате, задрапированный черным и освещенный свечами. Этот суд, словно позаимствованный в Средневековье, расследовал случаи отравления или колдовства и докладывал о них лично королю. Такого не было более ста лет. Начальник полиции Ля Рени докладывал, «Похоже, что человеческая жизнь выставлена на продажу. В этом городе единственным решением семейных проблем является яд». Расследование привело Ларни к тихому загородному дому одной гадалки, известной как Лавуазен. Оказалось, что это логово знаменитой парижской ведьмы, и отравление – это ее рук дело. Клиенты колдуньи рассказали о 10 тысячах абортов, сделанных в полнолунии, о тайных обрядах по вызыванию дьявола, о летающих предметах вокруг дома. Когда Ларни обыскал дом, он нашел более 50 образцов ядов, тайную печь для сжигания нежеланных младенцев с остатками гостей, восковые фигурки, проткнутые иглами, черные свечи и ладан, одеяния священнослужителей, любовные микстуры и сатанинские книги. Когда начальник полиции допросил ее, она осозналась во всех преступлениях. Для меня нет невозможного. Только Господь равен мне по силам. Но самое важное было то, что она заявила, что среди ее клиентов было много знатных дам. Начальник полиции понял, что он обнаружил новую и более зловещую форму древней черной магии. Лавуазен с помощью своего любовника, лишенного сана священника, соединила древние методы колдовства с издевательством над католическими мессами. Ведьма проводила мессы, как в древности, вплоть до обнажения. Для устрашения она добавила человеческие жертвоприношения. Другой ее любовник, парижский палач, снабжал ее человеческим жиром для изготовления черных свечей. Она назвала новый обряд «черной мессой». Но больше всего начальника полиции поразил список клиентов Лавуазен. Во главе его стояла любовница короля мадам де Монтеспан. Ларри не понимал, что он обязан сообщить об этом королю. Новость шокировала Людовика. И, испугавшись, что эта история может стать известной и бросить тень на его блестящую репутацию, король Солнца приказал приостановить расследование. Втайне он приказал Ларри не продолжить расследование и установить, не собиралась ли мадам де Монтеспан использовать черную магию против него. Мадам де Монтеспан, образец французской красоты и мать самых обожаемых детей короля, многие годы была постоянным клиентом Лавуазен. Ее обнаженное тело служило Лавуазен и священнику алтарем для проведения обрядов черной мессы при свете дьявольских черных свечей. Они приносили в жертву младенцев и пили кровь из сатанинской чаши в то время, когда священник распевал проклятие против врагов Монтеспан при дворе. Иногда она сама присоединялась к ним. Астарот, Асмодей, князь Тьмы, прими в жертву этого младенца, которого я дарю тебе в обмен на исполнение моего желания. Пусть король будет любить меня и сделать нашего сына королем Франции. Пусть меня будут чтить принцы и принцессы двора. Пусть король не откажет мне, девчонки. Мадам Монтеспан не ограничилась одними пожеланиями. Любовница поспала специями некоторые блюда короля. Эти специи были изготовлены из спекшейся крови, яичек крокодила, жучков, сухих человеческих экскрементов, спермы и костей покойников. Этот порошок должен был отвратить короля от ее соперниц. Когда король обзавелся другой любовницей, Монтеспан использовала против нее заклинания и яд. Молодая женщина умерла. Людовик 14-й, столкнувшись с чудовищным преступлением при дворе, решил быстро замять скандал. Он приказал сжечь ведьму Лавуазен. Король приказал прекратить расследование и выпустить обвиняемое. Придворным он запретил говорить об этом. Теперь любые его действия против дворян могли разбудить погашенный скандал. Начальник полиции Лорини назвал это пародией на правосудие и мудро заметил, что сама чудовищность преступления служит гарантией его забвения. Мадам де Монтеспан тайно выслали со двора и в старость она стала весьма набожной. Доказательства преступления были заперты в черном кожаном ящичке и 28 лет спустя Людовик 14-й приказал сжечь их в его присутствии. Людовик полагал, что после уничтожения доказательств его незапятнанная репутация не будет очернена скандалом. Но король не знал, что начальник полиции Лорини сохранил запись об этом событии в своем дневнике. Хотя его записи пролежали нетронутыми 200 лет, их недавняя находка бросила мрачную тень на блестящее правление короля Солнца. Темные силы обладают такой властью, что даже короли бессильны против них. Они преследовали короля Франции Людовика 14-го даже в могиле, свели с ума Рудольфа II из Богемии, запугивали короля Англии Генриха VI. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова РЕЙК.